Наверняка этим летом многие из нас решат все-таки отдохнуть, несмотря на периодически возникающие преграды и трудности, можно выбрать бюджетный отдых. Возможно, даже сразу после Нового года начали потихоньку откладывать. Но вот деньги почему-то никак не собираются, а если и копятся, то совершенно не в ожидаемом количестве. Как быть? На самом деле выход представляется только один разумно урезать траты и превратить отпуск в относительно бюджетное мероприятие или отправиться на отдых дикарями. Конечно, на хлебе и воде сидеть вовсе не обязательно, но также не обязательно каждый день пить коньяк в ресторане и кататься на яхте. Ведь едете вы в отпуск в первую очередь за солнцем, морем, горами, лесами и укреплением здоровья, поэтому больше гуляйте, занимайтесь спортом и прочитайте полезные советы, приведенные ниже. На что идут наши деньги? Текст озвучен в Яндекс Клауд. Куда бы вы ни отправились со своей семьей, основные статьи затрат будут примерно одинаковы. Транспортные расходы, оплата проживания, продукты питания, развлекательная часть. В той или иной мере сократить денежные издержки можно по каждому из этих направлений. Как и в каком объеме это реализовать зависит от места и способа выбранного отдыха. Главное не переусердствовать с экономией, иначе попадете в другую крайность. Куда податься, чтобы не переплатить или отдых дикарями? Первый совет – откажитесь от посещения популярных курортов. В том же Крыму или Краснодарском крае самые дорогие города Ялта, Сочи вместе с ближайшими окрестностями. Но если отъехать несколько десятков километров в сторону, можно найти населенные пункты с вполне приличной инфраструктурой и даже еще более интересными природными красотами. А для отдыха с детьми или животными крупные курорты вообще не самый лучший вариант. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Аналогичный совет касается поездок по Старой Европе, такие города как Прага и Будапешт практически ничем не уступают, а в ряде вопросов даже превосходят мегапопулярные Лондон и Париж. Таким образом, на фоне экономии приличной суммы средств, качество отдыха и количество впечатлений останется без изменений. А разве не это главная цель? Еще один достаточно эффективный вариант – поездка дикарем. Никто не заставляет вас брать палатку и отправляться в места, где не ступала нога человека. Но ехать на отечественные курорты через туроператора по меньшей мере расточительно. Вы можете скооперироваться с родственниками или друзьями, что называется скинуться на бензин и существенно сэкономить на дороге. Подробнее про наиболее экономические выгодные страны для отдыха можно прочитать в отдельной статье журнала «Бизнес-заработок». Как не переплатить за проживание. Крышу над головой лучше искать по прибытию на место. Частный сектор – идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Сегодня комфортного жилья в буквальном смысле полно на каждом курорте. Найти выгодный вариант в сезон не проблема. Найти такой же в межсезонье проще простого. Единственный совет – избегайте пиков наплыва отдыхающих. К примеру, на море это июль-середина августа, а на лыжных курортах зима и новогодние праздники. В такие периоды найти экономные варианты достаточно проблематично. Бюджетный отдых. Следующий совет подойдет тем, кто много работает и мечтает об отдыхе в принципе. Отправляйтесь к морю в межсезонье звучит не очень. Но какая разница, если самое главное прийти в себя и восстановить силы. Тем более, что небольшое количество туристов на курорте значительно повысит качественный уровень культурной программы и эстетического удовольствия от путешествия в целом. А возможность сэкономить порядка 50% и более на аренде жилья значительно добавит оптимизма и положительных эмоций. Просто вы получите бюджетный отдых. Существует отдельная категория путешественников, которые считают, что разглядеть истинную красоту курортов можно только в том случае, если отправиться отдыхать во время, когда наплыв туристов минимален. Пусть это будет зима, ранняя весна или вторая половина осени, но зато у вас создаться впечатление, что курорт принадлежит вам и только вам. А помимо экономии на аренде вы сможете за полцены посещать местные питейные и развлекательные заведения, а также всевозможные увеселительные учреждения. Озвучено Яндекс Спичкит. Опять же таки отдых с детьми в городах с хорошей инфраструктурой, но небольшим количеством людей пройдет в разы приятнее и спокойнее. Что делать с внезапным отпуском? Но есть еще одна категория людей, идущих в отпуск. Это сотрудники компаний и предприятий, которых тем или иным образом поставили перед фактом. Что делать, к примеру, если неожиданное счастье свалилось на вас как раз в высокий сезон пляжного отдыха, а поехать хочется только к морю, потому что другого отдыха вы не представляете. В подобных ситуациях рекомендуется обратить внимание на приобретение горящих путевок. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Это отличный шанс сэкономить на неожиданно свалившихся как на голову расходах, к тому же выгодное предложение. Скорее всего будет касаться отдыха на заграничном курорте, что несомненно несет в себе больше плюсов, нежели минусов. Как получить скидку в туристической фирме? Если вы относитесь к той категории людей, которые пользуются услугами туроператоров, они отправляются на отдых дикарями. Постарайтесь найти действительно порядочную и надежную компанию с привлекательной системой скидок и бонусов для постоянных клиентов. Обращайтесь за помощью только в одну и ту же компанию. Рано или поздно такая тактика начнет приносить ощутимые плоды. Еще один способ получить скидку от туроператора – стать участником групповой заявки. Как правило, таким образом получается сэкономить 5-15% от первоначальной стоимости путевки. Не пренебрегайте возможностью отдохнуть большой компанией с друзьями или родственниками, как правило. Такой подход также способствует существенной экономии, и путешествие в компании превращается в бюджетный отдых. Озвучено Яндекс.Спичкит. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Групповые скидки на транспортные услуги проживания и экскурсии дополняются такими прелестями, как индивидуальный график посещения достопримечательностей. Возможность незапланированных остановок или, наоборот, переездов, а также другими подобными вещами, благодаря которым вы будете чувствовать себя более комфортно и свободно одновременно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok